Я не знаю, успешную леди, плюс классную жену нашего спонсора. Догадались уже кто? Догадались? Вы не знаете. Я хочу, чтобы мы вот прям топали, хлопали, свистели и кричали, и приветствовали. Она очень редко выходит на сцену, очень. Она как самая настоящая жена своего мужа, всегда в тени. Он звезда яркая, как солнце. Все говорят, ой-ой-ой, мы тебя любим, ты классный. Но тем не менее, я считаю, за каждым успешным, сильным мужчиной стоит верная и любящая жена. Согласны? Леночка моя дорогая, приветствую! Лена Баранова! Классный сетевой маркетинг, да? Где бы еще нас так продавали? Мне очень хорошо выступать после такой темы, когда уже все стресс сняли. Но я хочу спросить, вообще кто-нибудь, когда писал стресс, писал в стрессе такое слово сетевой маркетинг? Нет. Вот скажите, пожалуйста, среди вас есть люди, которые немножко стесняются тем, что они занимаются сетевым маркетингом? Есть люди, которые вот говорят, вот знаешь, не говори, что я занимаюсь сетевым маркетингом. Есть люди на сцену выходят и говорят, я не сетевик. Есть такие люди? Вы знаете, на самом деле, если у человека есть страх сетевого бизнеса, если он идет навстречу и стесняется того, что он занимается сетевым бизнесом, то это не работает. Вы знаете, у меня был стресс по поводу сетевого бизнеса. Я уже, наверное, занималась, я пришла с традиционного бизнеса, мне здесь очень понравилось, я увидела здесь много возможностей. И, допустим, на уровне своего города, области достигла какого-то результата. И один раз на сцену, ой, на встречу пришел человек, и я так рассказываю, так активно все. Он так на меня поворачивается, смотрит мне в глаза и говорит, это что, сетевой маркетинг? А я так говорю, да. Он говорит, и ты в сетевом маркетинге? Вы знаете, я не знаю, я, наверное, в тот момент собралась все свои силы, все свое, знаете, вот что можно было сказать, вот я настолько была, ну, как бы, в это вовлечена. Я ему говорю, слушай, скажи, пожалуйста, вот ты экономист, и я в прошлом экономист, но я сейчас занимаюсь сетевым маркетингом. Скажи, пожалуйста, если ты дашь объявление в газету, что я экономист с таким-то стажем ищу работу, сколько человек тебе позвонит? Один, два, три. А я на тот момент, когда я уже три года занималась, я вообще не понимала, почему мне все звонят и предлагают в другую там компанию, куда-то приглашают. Ну, в традиционном же бизнесе никто никогда не... ну, ты занимаешься и все. И я на тот момент поняла, что человек, который достиг какого-то результата в сетевом маркетинге, он уже востребован. И я тогда ему сказала, что, знаешь, если я сейчас дам объявление как лидер МЛМ, то мне будут звонить, за мной приедут с другого города. Это было тогда, когда я занималась три года только сетевым маркетингом. И я ему благодарна, потому что он мне этим снял блог. Вот именно после этого я начала говорить, да, я занимаюсь сетевым маркетингом. Потому что вы знаете о том, что сейчас профессия, сейчас сетевой маркетинг, и это очень престижная профессия. И это профессия, которая востребована. Поэтому все уверенно для себя приняли сетевой маркетинг. Согласны? Да. Хорошо. Если мы приняли сетевой маркетинг, то в сетевом маркетинге есть правила. Правила есть в сетевом маркетинге, как в любом. Вот когда начинаешь войдить автомобиль, да, есть правила, правила дорожного движения, как пользоваться автомобилем. Или, допустим, в торговле нужны прилавки, товар. Что в сетевом маркетинге, когда ты только приходишь, только заключил контакт. Что тебе говорят? Что сделать? Написать? Список. Список контактов. Это успех нашего бизнеса. Вот я сегодня не успела оглянуться, когда Севара спросила, кто написал список контактов. Когда я пришла в сетевой бизнес, мне тогда сказали, что успех твой зависит от того, какой у тебя список. Минимум 200 человек. И постоянно работать с этим списком, постоянно его пополнять. Как можно работать без самого главного инструмента. Вот Людмила сегодня говорила о том, как она этот список нарабатывает, нарабатывает, нарабатывает. Но прежде у нас у всех есть окружение. Есть окружение, которому мы можем предложить этот бизнес. И нужно начать именно со своего окружения. Но ни в коем случае, как это делают многие, брат, сестра, мама, папа. Нет. Окружение. Окружение тех, которые ходят там дети наши, школа, институт. Ну и так далее. Согласны? Делаем список знакомых. Дальше. Мы должны понимать, что когда мы приглашаем людей, есть люди разные абсолютно. Есть люди, которые приходят в наш бизнес, которые заключают контракт. Они много пользуются продуктом. В нашем случае они путешествуют. Но они никого не приглашают. Они приходят к нашему офису. Они вроде бы все делают, но они никого не приглашают. Они забирают очень много энергии. Знаете, мы их вообще в сетевом бизнесе, это называется, добрые феи. Они считают, что они все знают. А на самом деле человек, когда приходит на эту землю, он учится. Он учится ходить, писать, читать. Любая профессия приходит, он учится. Они выбирают не учиться, они считают, что они все знают. Поэтому на них не идут люди. У кого есть в команде такие добрые феи? Нам главное их видеть. Второе, есть люди, которые... Мы их называем врачи. Но именно не с той позиции, что врачи. Их, наверное, назвали, когда... Это компания, где много занимаются здоровьем. Когда они делают диагностики. И продавали тоннами там БАДы, там все возможно. Эти люди, которые приходят, заключают контракт, пользуются продуктом и много продают сами. Это у них получается как подработка. Они продали, заработали. Не продали, не заработают. Они не понимают, что лучше зарабатывать 1% со 100 человек. Они думают о том, что хорошо, зачем я должен кому-то что-то учить. Я получаю 100% со своей работы. Это вторая категория людей. И мы тоже должны их видеть и принимать. И они тоже есть и будут в нашей команде. Но есть третья категория людей. Это бизнес-лидеры. Это люди, которые берут на себя ответственность, принимают решения, обучаются и любят людей. Вчера Сергей сказал о том, чтобы для того, чтобы быть успешным в бизнесе, нужно что делать? Быть на каждом событии и привозить людей на события. Лидеры, которые хотят достигнуть большего успеха, они сами ездят на события. Людмила Ковалева. Я вот буквально с ней фактически на семинаре не общалась, но она нам сказала о том, что она училась у Андрес Винца. А вы знаете о том, что Андрес Винц – это лучший продавец в мире? Кстати, мы с Сергеем тоже у него учились. Потом училась у Богданова. Это то, что я услышала. Наш успех – это в обучении. Согласны? Постоянно, постоянно обучаться, потому что любая профессия обучается. У нас в институте 5 лет обучают профессии, и мы приходим туда, и нас что? Переучивают. Говорят, забудь то, что ты знаешь, а начни зарабатывать, за ней начинать все сначала. Лично вот Людмила рассказала о том, это ее опыт, как она работает по холодным контактам. Но у меня в силу того, что я не сижу в одном городе, у меня не получается работать по холодным контактам, но я очень люблю приглашать людей. Это моя стихия. И вы знаете, я делаю, я как бы убиваю двух зайцев. Я именно на этих событиях, на этих семинарах, которые мы посещаем, я всегда знакомлюсь с людьми. И именно обучаясь, я на каждом семинаре, на каждом тренинге, который мы с Сергеем посещаем, мы находимся в окружении людей, которые в поиске, которые обучаются, которые открыты к информации. За два, за три дня мы уже становимся очень близкими, и это люди попадают в наш список контактов. Кстати, Казахстан, Казахстан, это тренинг, это в Киеве на тренинге. Мы познакомились с Севарой Теляевой, Нателлой Натадзе, вашим спонсором. И вот, пожалуйста, результат. Обучая себя, вкладывая в себя любимую, мы начинаем развивать бизнес в разных странах. Согласны? Согласны. Посещаем все мероприятия. Дальше. Кто любит продавать? Кто любит продавать? Очень многие люди говорят, я не люблю продавать. И что происходит? Сейчас появляется очень много компаний, которые говорят, ничего не надо делать, ты только приди, продавать не надо, ты будешь зарабатывать денег. Слышали такое? И люди идут. Какие люди идут, которые не понимают, которые живут здесь и сейчас? Согласны? Но что такое продажи вообще? Что такое продажи? Вообще нужно продавать, полюбить продажи. Потому что вот когда я услышала, что вся наша жизнь это вовлечение. Мы всегда кого-то во что-то вовлекаем. Мы можем ребенку сказать, иди спать, иди ложись спать. Приятно, когда нам муж скажет, иди быстро ложись спать, да? Или мы вовлекаем ребенка, объясняем ему, споем какую-то песенку. И вообще в жизни мы вовлекаем. Мы вовлекаем в себя, чтобы выйти замуж, да? Мы вовлекаем для того, чтобы получить какую-то профессию. И здесь, здесь наша цель вовлекать, вовлекать в себя. Когда человек идет навстречу, и у него цель, знаете, вот опять-таки я возвращаюсь к Людмиле, моя позиция тоже такая же. Быть кристально и честно. Прозрачность, есть такое слово. Потому что когда ты идешь навстречу, что важно? Важно знать, что ты хочешь дать этому человеку. Что ты хочешь дать? Не втюхать, не продать, чтобы получить деньги и закрыть кредит. Это очень мелко. Это не работает. Есть такая, вот есть, допустим, когда мы приходим к человеку навстречу, да? Вот люди, которые боятся, они, знаешь, вот втюхать, да? Вот рассказать там все. Но есть, как бы, схема такая, когда мы человека выявляем его потребность. Вчера мы говорили, знаете, что такое? Открытый вопрос. Открытый вопрос. Что такое открытый вопрос? Есть открытые вопросы, есть закрытые вопросы. Открытый вопрос, отвечаешь, да. Людмила, скажи, что такое открытый вопрос? Да, открытый вопрос, когда ты задаешь человеку вопрос, там, зачем, почему, как. Когда ты с ним присоединяешься и узнаешь его проблему, какая у него сейчас проблема, какая у него боль, что его сейчас беспокоит, да? Если вы приглашаете человека навстречу, у него в данный момент болит зуб, да, болит зуб, а вы будете рассказывать о путешествии, ему это интересно? Или заболел ребенок, или заболел ребенок, или еще что-то, ему это неинтересно. Потому что в начале, в начале, когда мы продаем, мы задаем человеку открытый вопрос. Мы присоединяемся к нему и спрашиваем, как у тебя дела? Да? Или, допустим, как у тебя дела там? Или как у тебя настроение? Ну, знакомимся. Появляем, что его сейчас беспокоит. И только потом, только потом своим решением решаем его проблему. Вот именно в конце закрытые вопросы. Что такое закрытые вопросы? На которые человек отвечает одну фразу, да или нет? Вот закрытые вопросы, когда человек отвечает, да или нет, мы задаем в конце встречи. Тебе понравилось? Да. Есть вопросы?